Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. С вами Анастасия Гулис. И сегодня, в канун летнего солнцестояния, хочу рассказать вам про прекрасный кустарник, который создает неповторимую атмосферу середины лета. Это чубушник. Все вы наверняка знаете этот кустарник, но чаще всего под неверным названием. Его в народе обычно называют садовый жасмин или просто жасмин. Но настоящий жасмин это совершенно другое растение, родственное сирене, относящееся к семейству маслинные. И настоящий жасмин напоминает чубушник только запахом. Произрастает настоящий жасмин в тропических и субтропических странах. А чубушник это наш местный уроженец. В роде чубушник насчитывается около 50 видов. И выращивается огромное количество форм и сортов чубушника. Очень много гибридов, которые получены при искусственном скрещивании, а также природных гибридов, образовавшихся в условиях ботанических садов. Чем же так замечателен этот кустарник? Ну, запах чубушника наверняка знают многие. Но немногие знают, что есть сорта и виды чубушника, которые вообще не имеют запаха. Один из видов чубушника так и называется – чубушник непахнущий. А в гибридизации чаще всего участвовали четыре основных вида. Это чубушник венечный, это чубушник крупноцветковый. Собственно говоря, сам чубушник непахнущий и чубушник мелколистный. Запах дают, как правило, трое из родителей. Это чубушник венечный. Он отличается некрупными цветами, в достаточно больших кистях. Цветы имеют кремовый оттенок. Чубушник крупноцветковый также имеет приятный хороший аромат. Цветы у него чашевидной формы, чисто белые, и он достаточно поздно цветет. Чубушник мелколистный – один из самых душистых и приятных видов чубушника. Отличается ананасно-земляничным запахом. Цветки у него мелкие. И сам кустарник этот не очень крупный, достаточно такой субтильный, я бы даже сказала. Но его аромат позволяет закрыть глаза на все несовершенства его внешнего вида. Хотела бы рассказать вам немножко о сортах, которые были получены различными селекционерами мира. Прежде всего, селекцией чубушника занимался французский оригинатор Лемуан. Он первым обратил внимание на эту культуру как декоративную культуру. Его сорта достаточно широко распространены в садах Европы, а также на территории бывшего Советского Союза. Но одним из наиболее зимостойких и устойчивых сортов является сорт алебастр или альбатрия. Этот сорт отличается очень крупными, снежно-белыми цветами. Они даже имеют несколько такой голубоватый оттенок. И в темноте они как светятся, как чашечки такие. Куст не очень высокий. Цветы имеют приятный, сильный достаточно запах. И они могут быть как простые по форме, так и полумахровые. Этот сорт зацветает не самым первым. Он зацветает, как правило, в начале третьей декады июня, в начале июля в условиях Беларуси. Также одним из таких распространенных сортов селекции лимона является сорт, полученный на основе чубушника мелколистного. Это сорт Аваланж. Он невысокий, не сильно отличается от видового чубушника мелколистного, кроме того, что он очень обильно цветет. Вот этот сорт я могу рекомендовать смело для тех, у кого участки на песчаных почвах, у кого недостаточное увлажнение, поскольку как видовой чубушник мелколистный, так и его сорта отличаются повышенной засухоустойчивостью. В Советском Союзе работал такой прекрасный оригинатор на Липецкой опытной станции, как Вехов. Он занимался селекцией чубушников. Это была его любимая культура. И, в общем-то, его можно понять. Культура действительно замечательная. И на память о нем в садах наших осталось около 20 сортов и гибридных форм. Ну, наиболее выдающимися, на мой взгляд, являются его сорта Академик Комаров. Вот он у меня на заднем плане. Вот этот высокий куст с крупными такими шаровидными соцветиями. Этот куст цветет одним из последних в моей коллекции. Зацветает, как правило, уже в конце июня. Иногда даже зацветает он в июле месяца, если лето холодное и такое дождливое. И этот сорт чем замечателен? Запах у него достаточно слабый, усиливается он в вечернее время. У него нету такого стабильного окончания цветения. То есть, отдельные веточки на нем расцветают вплоть до самой глубокой осени. Хотя, конечно, массовое цветение мы наблюдаем на нем именно в середине лета. Это высокий сорт, красивый очень, и он заслуживает своего места в вашем саду. Еще один прекрасный сорт селекции Вехова – это сорт Эльбрус. Но назван этот сорт по названию одной из самых высоких вершин мира. Это, в общем-то, как бы дает понять, что сорт сам по себе не низкий, высокий. В обычных условиях он достигает высоты 2,5-3, иногда даже 4 метра он может достичь. На хороших плодородных питательных почвах. Этот сорт среднего срока цветения, он зацветает, как правило, в середине третьей декады июня. Цветки у него полумахровые, звездчатые формы. И они собраны в небольшие соцветия, которые очень плотно покрывают практически весь куст. Есть нецветущие сорта чубушника. В чем же прикол, скажете вы? Вроде как бы выращиваем красиво цветущий кустарник. Дело в том, что Вехов вывел два сорта, очень интересных и достаточно редко встречающихся в культуре. Они были им предложены как сорта для украшения газонов. Один из них называется «Гном», а второй называется «Карлик». Ну, само название подсказывает, что сорта эти невысокие. Гном отличается такой подушковидной распластанной формой. Высота у него где-то до 40 сантиметров, иногда до 50 сантиметров. Лист у него мелкий, густой и ширина самого куста около метра. Куст карлика чуть повыше. Он по форме не подушковидной, а более такой шаровидной или полушаровидной. Он очень хорошо подстригается и держит красиво форму. Этот сорт иногда все-таки зацветает, в отличие от гнома. Гном никогда не цветет, а вот карлик зацветает периодически. Но цветки у него простые и не имеют особой привлекательности. Кроме того, выращиваются пестролистные формы чубушника венечного. Есть окаймленная, белокаймленная форма и есть золотистая форма. Золотистая форма чубушника венечного, она достаточно распространенная. Часто встречается в садах. Этот сорт лучше выращивать в легком затенении, чтобы он не выгорал на солнце. То есть в полной тени он становится зеленым, но на слишком ярком солнце у него на листьях появляются ожоги. И он теряет свою красоту. Конечно, чубушники, они достаточно зимостойкие, красивые. Это растение, которое даже цветает красиво. И было бы странно, если бы у такой прекрасной культуры не было бы такой фиги в кармане. Вот капелькой дегтя во всей этой бочке меда является то, что чубушник одна из культур, которая просто вот любимец тли. Очень часто с этим сталкиваются люди, которые выращивают чубушник на сухих песчаных почвах. В таких условиях он действительно очень сильно страдает от повреждения тлей. А также иногда очень сильно тля размножается в годы, когда начало лета очень жаркое и сухое, с недостаточным увлажнением. Естественно, существует очень много различных рекомендаций по борьбе с тлей. Но, в принципе, достаточно подробно и тщательно этот вопрос освещен в некоторых видео, которые размещены на нашем канале. Ссылки на них вы можете посмотреть под видео. Надеюсь, мой рассказ был полезен для вас, заинтересовал вас этой культурой и подвигнет к тому, чтобы больше новых красивых сортов чубушника появилось в создах нашего Родины. С вами была Анастасия Гулис на канале Процветок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова